вот мы и засадили тусана немножко выскочили из колеи и получается передней стороной мы вот так вот сугробик заскочили тусан сидит и вот теперь у нас история о том как полу седан тусана вызволял есть назад наверно давай ну а смотрите полу седан рулит всем привет представляю вашему вниманию автомобиль hyundai тусан 2005 года объем двигателя 2.7 литра 175 лошадиных сил вот так он выглядит довольно брутально интересно ну неплохо здесь видите сделан пластиковый обвес такой специально что намек на внедорожность что не страшно его поцарапать и если что можно деталь поменять вот кстати уже хозяин видать поэксплуатировал покажем как царапины остается на него а так вот ну автомобиль не могу сказать что он вызывает какие-то там отрицательные ли положительные чувства нельзя сказать что он там но у него нету ни противников не ненавистников нельзя сказать что кто-то скажет про него что уродливый автомобиль и все тут или там красавец заяids что всю жизнь а не мечтал средние автомобили поэтому я думаю что у него нету ярых там каких-то ненавистников ну а А поклонники есть, потому что автомобиль этот довольно надежный. 2005 год и никаких проблем он не доставлял хозяину. У него единственное слабое место это подвеска. Но она, благо тому, очень дешевая. Многие люди на форумах пишут, что стойки амортизаторов, особенно передние, стоят здесь даже дешевле, чем на Жигули. И вообще по подвеске хозяин автомобиля сравнивал с Toyota Corolla и говорит, что многие запчасти на Toyota Corolla получаются дороже, чем на данный автомобиль. Причем на Corolla берется дубликат, а на Tucson берется оригинал. Автомобиль неприхотливый, масло он не ест. Ну, единственный у него вопрос это расход топлива. Многие говорят, что расход топлива по городу составляет 20 литров. Ну, да, где-то хозяин говорит, что у него, ну и посмотреть, если по бортовому компьютеру, то 19 литров выходит. Но это довольно активной езды. Если не торопливо ездить на автомобиле, то можно, в принципе, уложиться в 14-15 литров по городу. Но, опять же, город мы берем наш, Тюмень, с нашими не такими уж глобальными и сложными пробками, как Москва, Санкт-Петербург. Но, тем не менее. Я не сделал акцент при обзоре Subaru Forester на том, что когда мы глушим автомобиль, здесь гаснет свет. На данном автомобиле то же самое, что на Subaru Forester эта функция присутствует. И даже если вы забывчивый водитель, приехали с включенным светом, заглушили автомобиль и ушли. Вот, допустим, если у вас турботайнер, он не будет даже вам истерить и предупреждать о том, что у вас свет включен. И вы можете оставить так, и у вас сядет аккумулятор. На данном автомобиле, если мы глушим двигатель, открываем дверь, как будто бы вышли и закрыли дверь, свет гаснет полностью. И поэтому вы аккумулятор таким способом разрядить здесь не сможете. Я считаю, что это очень хорошая функция. Сейчас мы вам продемонстрируем это. Вот, видите, дверь открылась, все фары погасли. Это очень интересная и очень полезная функция, я считаю. Вот, сейчас немножко покажу вам по салону, а также откроем капот. Итак, давайте немножко осмотрим данный автомобиль со всех сторон. Ну, посмотрите. По зазорам, если посмотреть. Данный автомобиль в авариях не участвовал. Ну, у него были небольшие там косячки, что красили детали. Но в ДТП он никогда не участвовал. У нас колесо немножко приспущено. Ну, ничего. Подкачаем. Здесь также, как в Субару, присутствует обогрев зоны дворников. Вот, зеркала тоже довольно большие. И в них довольно неплохо все видно. Так, вот, давайте посмотрим по зазорам. Ну, вот, видите, они расширяются. Это где-то, видите, неровные зазоры. Но это не критично для корейских автомобилей тех времен. Вот, кстати, про пластиковые накладки. Вот так их можно царапать. Вот, посмотрите. Надеюсь, вам хорошо видно. Вот так они царапаются. В принципе, деталь можно здесь зашлифовать и покрасить. Ничего страшного не будет. Так, вот, смотрите, у нас какие колеса. Колеса профилем высоким стоят. С 16-го радиуса. Литые диски. Дисковые тормоза. Ну, это понятно, что передний и задний еще бы двигатель 2.7. А тормоза были бы не дисковые. Вот, видите, здесь тоже по зазору, если смотреть. Вот маленький зазор. Здесь он расширяется. И здесь вот топорщится. Ну, не очень, конечно, это красиво. Вот, раз мы подошли к задней части автомобиля, можно сразу же продемонстрировать, что здесь вот открывается отдельно стекло и отдельно багажник. Здесь две вот такие кнопочки идут. Раз мы... Так, это весь багажник. Давайте сейчас покажу, какой он. Ну, не обращайте внимания, что здесь всякая-всячина лежит. Открывается он не сильно высоко. Видите, я упираюсь. При том, что... Ну, даже вот удариться могу. При том, что мой рост небольшой. Вот, здесь хозяин уже дополнительно ставил акустическую систему. Видите, сабвуфер стоит. И вот она проблема, как говорят данных автомобилей, что пластик сильно царапается. Вот здесь багажник, он весь изшоркан. Как будто здесь какие-то пиломатериалы возили, что ли. Но, особенно посмотрите на вот эту дверь. Вот так, наверное, вам будет лучше видно. Вот крышку багажника. Так, ну что... Багажник как багажник. Нельзя сказать, что он сильно большой. Ну и не маленький. Давайте сложим... А, здесь, видите, крючки, чтобы вешать. Есть разные вещи. Здесь можно сеточку натянуть и полку ставить. Так, давайте сразу его закрою. Покажу, как открывается стекло. Здесь, видите, вот написано. Door и glass. Стекло и дверь. Всё. Вот мы подняли. Это очень удобно. Когда вы подъехали к магазину, неохота вам весь багажник открывать, чтобы здесь ничего не повыпадало. Здесь прямо можно вот так накидывать, и всё будет нормально, сложено. В принципе, ничто не выпадет. И так же разгружать очень удобно. И не надо, опять же, близко подъехали задом к чему-то, что багажник может не открыться, но стекло всегда откроется. Это очень удобная функция, я считаю. Вот. Но опять же, вот из-за этого открывающегося стекла многие пишут, что обогрев заднего стекла перестаёт работать. Не знаю, как на самом деле хозяин данного автомобиля говорит, что такой проблемы у него нету, и обогрев нормально работает. И опять же, ещё говорят, что дворник перестаёт работать. Тоже из-за этого же режима открывания на него грешат. собственники. Но опять же, на этом автомобиле всё исправно работает. Закрывается нормально. Здесь багажник тяжёлый такой. Дверь багажника, точнее. Давайте посмотрим, как у нас в салоне место. Вот, давайте попробуем разложить сидение. Видите, сидение разложили, оно защёлкалось, получается ровный пол. Сейчас открою опять же багажник, чтобы вам продемонстрировать его размер. Но, места хватает. Вот я уже опять стукнулся головой об эту дверку. А высокорослые водители будут стукаться гораздо чаще. Так, здесь ремни присутствуют. Ну, это понятно. Так же, насколько я знаю, задние спинки регулируются, угол их наклона. Давайте попробуем. Вот она, раз, видите, вот так. И вот так. Так вообще можно лёжа ехать получается. Ну, хорошая функция, удобная. Здесь есть вот такой подлокотник, здесь подстаканник и ещё что-то типа квадратного можно поставить. сзади выходов нету в ноги. Вернее, только в ноги, а стойках нету. И подлокотники передним нету. Но зато присутствует розеточка. Розетка, причём, у нас на 12 вольт, 120 ватт. Ну, видите, здесь кожа уже начинает шоркаться. Ну, автомобиль 2005 года. В принципе, ну, салон в нормальном состоянии для его года. Химчисточку сделать и всё. Вот, смотрите, здесь начинает всё царапаться. Вот оно, всё в царапинах. Люди садятся ногами, шоркают и всё. Царапается, поэтому. Опять же, смотрите, очень хорошее дело, что нету здесь никакого тоннеля. Можно свободно усесться втроём. Видите, здесь идёт сплошной коврик. Поэтому втроём ехать довольно удобно. опять же, как в равных автомобилях, здесь хоть он и не равный, но всё равно, видите, сидушка установлена довольно низко. И вот здесь место есть. Ну, в дальней дороге могут ноги уставать. Хотя нет, в принципе, здесь их вытянуть можно. Места хватает. Водительское сидение настроено под меня. Места ещё, видите, здесь довольно много. над головой тоже места хватает. А если разложить, как вот я показывал, здесь за рычажок и вот так полулёжа ехать, так вообще можно ехать вольготно. У данного автомобиля есть такая хорошая функция. Вот, можно сложить сидение переднее и образовать столик прямо. Сейчас мы его сдвинем. Вот, смотрите, вот такой стол получился. И получается, если мы сдвинем, сейчас всё уберём. Так, откроем багажник сейчас и сложим заднее сидение. Хочу показать вам, какое у нас огромное пространство получается. Вот, видите, какие мы длинномеры можем возить здесь. метра три здесь точно, есть. Так, что очень удобно. Можно холодильники, чуть ли не диваны возить. Это очень удобно. Двери довольно тяжёлые. Нормально они открываются и закрываются с приятным звуком. Нету никакого бряка. А вот, смотрите, ручка, видите, неплотно прилегает. Ну, ничего. страшного в этом нет. Здесь, видите, опять же, дополнительная акустическая система установлена, динамики, пищалки. Ну, немножко над акустикой здесь заморачивались. Опять же, для того, чтобы стёкла меньше потели, хотя, не видите, сейчас уже всё, что запотевает, ушло. Сделано вот это отверстие и отсюда начинает выдувать воздух, чтобы и стёкла не запотевали и не обледеневали. Опять же, смотрите, есть какая интересная вещь. Здесь автоматически написано стеклоподъёмник, идёт только на водительское стекло, остальные всё идут, ну, вручную надо нажимать, держать, вот видите, стекло опускается и держу, опять же, чтобы поднять. Но фишка, смотрите, переднего стекла, видите, написано даже автодаун, только вниз оно опускается автоматически, видите, я нажал кнопочку, оно опустилось, а вот, чтобы поднять, оно, вот, раз, оно не поднимается, надо держать. Не знаю, для чего это сделали, какая-то глупость, мне кажется. Так, давайте усядемся за водительское место. Вот, смотрите, когда будем ехать, я тоже об этом расскажу, что, когда мы едем на автомобиле, у нас, сейчас, немножко обдув уменьшу, когда едем на автомобиле, у нас нет никакого сигнализации о том, что включен свет, вот, видите, дальний свет горит лампочкой, вверху, вот, в уголочке, лампочка горит, включаем ближний свет, ничего нам не сигнализирует, вот, разве что, когда мы включаем габариты, даже, вернее, выключаем, вот, на ОВ я сделал, рычажок повернул, у нас загорелось ярко, табло бортового компьютера, включаю свет, она начинает тускло гореть, вот, только на это мы можем ориентироваться, больше ни на что ориентироваться мы не сможем, вот, смотрите на расход, опять же, 19 литров, как я вам и говорил, 19 литров расход, ну, вот здесь у нас кнопка меняет показания бортового компьютера, вот, 19 литров, потом, то, что сколько проехали сегодня, и сколько километров можно проехать до заправки, вот, что здесь у нас, у нас, здесь 4 ВД включается, ну, опять же, как говорят, 4 ВД у нас только до 40 километров в час принудительно, в автоматическом режиме она все время может сработать, задний привод подключится, а если принудительно заблокировать полный привод, то будет работать только до 40 километров, здесь у нас отключение курсовой устойчивости, противотуманные фары, и регулировка яркости подсветки, что здесь у нас присутствует, ну, стеклоподъемники стандартно, заблокировать, чтобы не могли пассажиры открывать стекла, и блокировка центрального замка, и опять же, регулировка зеркал, ну, это стандартно, как везде, поворачиваем вправо, влево, посередине она не регулируется, зеркала автоматически не складываются, ну, довольно они большие, хотя не сказать, что прям уж сильно большие, ну, нормально, обзор есть, что опять же здесь, вот видите, в зеркале установлен у нас, компас, который сигнализирует о том, в каком направлении мы едем, что опять же здесь есть, вот подогрев сидений передних установлен, и подстаканники есть, вот коробка переключения передач, типтроник, адаптивная она, есть, ну, как понижайки, никакой нету, ничего такого нету, вот, обогрев зоны дворников установлен, вот его выключатель, аварийка, подогрев заднего стекла, против туманки, так, что здесь опять же у нас, видите, нестандартно уже автомагнитола, установлено, вот такие не очень красивые, конечно, часики, ну, ладно, ничего, здесь вот для мелочей всякая емкость, вот смотрите, что здесь, климат-контроль, регулировка температуры, автоматический режим, ну, опять же, выбрать режим обдува, в каком направлении, что направление обдува, точнее, ноги в лицо, чтобы было либо стекло, сейчас в автоматическом режиме выключения, опять же, внутренняя рециркуляция, обороты вентилятора, отопителя, ну, всякая всячина, все это стандартно, это не очень интересно, вот такая вот крохотная пепельница, я не знаю, ну, хозяин не курит, я тоже не курю, и вам не советую, но, здесь вот такой вот у нас подлокотник, ой, подлокотник, говорю, бардачок, довольно вместительный, вот видите, кстати, обратил внимание сейчас на подушки безопасности, здесь их довольно много, ну, показания разнятся, вроде бы как их 6 подушек безопасности, но, вот если посчитать, здесь видите, раз, вон, два, здесь три, здесь четыре, здесь пять, за мной, соответственно, шесть, сзади семь, восемь, и еще и на сидениях написано, получается, как будто бы 10, но на самом деле, говорят, всего 6 подушек безопасности в автомобиле, но этого вполне достаточно, за глаза, так, вот видите, здесь вот такой регулируемый подлокотник, его высота регулируется, но, он, ну, как-то он не фиксировался, а, вот зафиксировался, также открывается здесь один ящичек, здесь второй ящичек, диски свободно умещаются, всего достаточно, вот так вот он будет, получается, болтаться, вот так, здесь он вот так выстрелит, ну, ехали, на ходу, оно не брякает, ничего вроде бы, так, давайте откроем с вами двигатель, и немножко расскажу вам о нем, двигатель работает довольно шумно, как видите, объем двигателя здесь 2,7 литра, шестицилиндровый, V-образный, вот у нас ремни, места в подкапотном пространстве довольно много, в принципе, ремонтироваться, я думаю, здесь можно нормально, легко везде можно подлезть, вот мне не понравилось, вот это упор, кочерга, так называемая, я ее достаю, она вот, сейчас попробую вам продемонстрировать, видите, вот я достаю ее когда, она вон так вот болтается, я не знаю, это дефект автомобиля данного, или такая фишка на всех, не знаю, а так, видите, аккумулятор не очень удобно установлен, чтобы его снять, придется воздухозаборник снимать здесь, фильтр меняется, как видите, просто, ну, нечего здесь сильно рассказывать, кушает много бензина, масло не ест, а так, что здесь сильно говорить, нормальный, надежный двигатель, ходить должен долго, здесь, видите, сразу же, распорка установлена, для жесткости, но все равно, у автомобиля есть крены, почему-то нету здесь шубы, ну, не знаю, это все мелочи, открывается, как видите, капот вместе с решеткой, и радиатор оголяется, здесь, кассеты радиаторов, идут, клиренс у нас, как видите, невысокий, вот, по снегу немножко проехали, он, скребется, видать, все-таки, хотя я не слышал, что он скребет, вот такой вот клиренс, не сильно высокий, 19 сантиметров, написано, здесь сбоку-то, видите, он кажется вообще, как будто бы, я не знаю, 25 сантиметров, ну, а спереди, он невысокий, пытаемся немножко на автомобиле, Hyundai Tucson, 2005 года выпуска, объем двигателя в данном автомобиле, 2,7 литра, коробка автоматическая, 4-ступенчатая, обычный гидротрансформатор, 175 кобыл, ну, в принципе, едет, как, не сказать, что ракета, конечно, ну, более-менее, едет, ускоряется, сейчас, выйдем на трассу, там, ну, не на трассу, хотя бы, на более прямую дорогу, и проверим, двигатель, отчетливо слышно, как работает, ну, звук довольно приятный, он не напрягает, нисколько, так что, нормально ехать, сидим высоко, вот, впереди, Mercedes, видите, насколько он ниже нас, и вообще, так, довольно высокая посадка, капитанская, сейчас посмотрим, как он, крены, какие у него, в автомобиле, как едет, так, ну, здесь, что вам сказать, а, здесь автоматическая подсветка, получается, есть еще даже, интересно, получается, когда мы свет включаем, у нас, загорается, а, наоборот, наверное, да, ну-ка, сейчас у хозяина спросим, здесь получается, свет, когда включаем на авто, это что у нас будет включено? это подсветка будет, внутри салона включаться, если день, то не будет включаться, внутри подсветка, короче, она на свет наружный, никак не влияет, да? наружный, то тоже, да, если темно, то ближний свет, подсветка включается, если нет, то, то, я, если честно, не знаю, ну, ясно, короче, надо на свет включать, да? У нас, видите, здесь вот интересная такая фишка есть, вот, когда будем уже внутри автомобиль рассматривать, покажу, что, когда мы включаем свет, внутри ничего, об этом не сигнализирует, и непонятно, у нас есть свет или нет, он горит или нет, никакой лампочки нет, только у нас приглушается свет самого бортового компьютера, который на циферблате показаний скорости, так, 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 ну, а так, в принципе, к машине сразу же привыкаешь, габариты чувствуются нормально, зеркала довольно большие, что-то я правое не очень хорошо настроил от себя, о, нормально, автомобиль 2005 года, но никакими жучками, тресками и грохотом он не досаждает, подвеска немножко громко работает, но ничего, не напрягает нисколько, вот, если вам слышно, не знаю, слышно, не слышно, что по неровностям, когда едем, звук, такой тук-тук, ну, не, это не Subaru, рычит громко, но не едет, ну, нормально, в принципе, что, это такой настоящий семейный автомобиль, в котором вы можете безопасно свою семью из пункта А в пункт Б перевести, он не вызывает каких-то там бурных эмоций, как положительных, так и отрицательных, такой середнячок, по отзывам любителей и собственников данного автомобиля, он довольно надежный, что никаких проблем нету, конечно, расход топлива у него великоват, ну, 2,7 двигателя объем, так что, расход и должен быть довольно великим, так что, это можно проблемой не называть, расхода масла у двигателя нету, вот, автомобиль прошел почти 100 тысяч, хозяин говорит, ни разу не доливал масла, нормально идет, потоки себя уверенно чувствуют, руль на неровности реагирует, проехал по неровности, руль реагирует, немножко начинает в сторону тянуть, вот, сейчас, если никто не выскочит перед нами, мы попробуем со светофора даже стартануть немножко, эх, уже выскочили, не получилось, ну ладно, на следующем светофоре, может быть, пойдет, вот, кстати, опять проблема, говорят, у данных автомобилей, в автоматическом режиме, когда климатическая установка, стекла начинают потеть, ну, вот, я смотрю, что водительская немножко потеет, и заднее стекло, тоже многие собственники говорят, что левая стойка довольно широкая, и мешает обзору, ну, кто так говорит, я думаю, они не ездили на Шкоде Йети, и не знают, что такое широкая стойка, потому что здесь она не сильно широкая, приемлемая, в Шкоде Йети можно умудриться спрятать в эту стойку даже автомобиль, а то и два, а здесь, в принципе, даже пешеходы можно заметить, конечно, надо головой будет пошевелить, шеей, точнее, ну-ка, давайте ускоримся немножко, ну, вот я ускорился, ну, 90, шумы посторонние сразу же проникать в салон, начиная, от ветра, и от шин, ну, здесь резина стоит, хатапеллит, она довольно шумная, на летней резине, я думаю, она будет не так шумно ехать, ну, в принципе, все равно она, нельзя сказать, что как Субару, Субару она гремит, внутри, много посторонних бряков, каких-то стуков, нельзя сказать, что это от панели, от чего-то, не знаю, там, то ли полка сзади, то ли дверь, багажником побрякивает, здесь, ну, хозяин говорит, здесь шумили двери, передние, поэтому, может быть, она еще, ну, нормально, более-менее, шумка, вот, ускорение, когда на газ нажимаю, чувствуется, передние колеса пробуксовывают, и зад подключается, это чувствуется прямо, вот, вот, сейчас, если никто, опять же, не перестроится перед нами, мы попробуем здесь ускориться, может быть, даже до сотни разгонимся, раз, два, три, ох, е-мое, затуп какой, резко отключается этот, вступает в действие, антипробуксовочная система, обрубает пробуксовку, и, ну, не получилось ускорение, резко тормознула машина, вот, я еще до сих пор, до сотни не разогнался, потому, что у меня сбило, вот, это действие, сейчас попробуем, на следующем светофоре, повторить, сейчас попробуем, вот, хозяин подсказывает, отключим сейчас, ох, по выбоинам брякает под подвеска, сейчас попробуем выключить антипробуксовочную систему, вот, у нас как раз есть время немножко, так, ну, все, она ее не надо удерживать же, да, просто нажал и все, так, пять, четыре, три, два, один, она все равно вступает в действие, не дает автомобилю разгоняться, не, автомобиль точно не для гонок, ну, можно сказать, сто, ну, в потоке ехать комфортно, сейчас посмотрим, как автомобиль ведет себя по неровностям, и по неровностям, ну, по внедорожью, бездорожью, так, включим стабилизацию пока, хотя на бездорожье нам придется, скорее всего, опять ее выключить, вот у нас, видите, как автобусы едут, ему надо с правого ряда обязательно налево поворачивать, по-другому они не умеют, а, здесь уже, видите, намерзшего такого нету, снега, поэтому сильно неровной дороги у нас не получилось, ну, сейчас повернем, может быть, там дальше будет похуже участок, вот, ну, да, кочки громко отрабатывают, ну, говорят, что сильно жесткая подвеска, ну, я не сказал бы, что она сильно жесткая, нормальная подвеска, комфортная, вот, выехали на такую ребристую дорогу, ну, вибрации идут по кузову, брякать начинает, ну, ничего, подвеска здесь абсолютно исправная, это чувствуется, что никаких пробоев нету, просто она довольно шумная подвеска сама, по заснеженной дороге ехать комфортно, тормозит нормально, АБСка не сильно вмешивается, нормально, сейчас попробуем с вами немножко по бездорожью проехать, если, конечно, там совсем не замело, и нам не придется потом откапывать автомобиль, и идти за трактором, потому что идти здесь некуда, видите, в зеркале здесь есть компас, постоянно нам показывает, куда мы едем, запад, северо-запад, там еще куда мы едем, юго-запад, все показывает, ну вот, давайте попробуем немножко проехать здесь по бездорожью, так, здесь дорожный просвет у нас 19 сантиметров, поэтому, вроде бы как и нормально ехать по бездорожью можно, но опять же, надо следить, чтобы ничего сильно крупного между колес не пускать, так, ну, здесь-то, в принципе, нормально, накатанная дорожка получилась, тогда даже здесь похуже было, ну, автомобиль уверенно едет, по неровностям, комфортно ехать, на седоков никак не передается качество покрытия, точнее, его отсутствие, так, вот здесь у нас немножко повыше колея, похуже дорожка стала, ну, ничего, здесь видно, что какой-то легковой автомобиль, скорее всего, ехал, потому что он все брюхом проутюжили, но мы не цепляем, едем спокойно, здесь даже он кто-то буксовал немножко, следы, здесь вроде бы что-то мы немножко брюхом цепанули, но чуть-чуть, что это у нас здесь, это люди буксовали, елочки подкладывали, мы свободно и не напрягая здесь едем, конечно, начало машину тянуть, но не страшно, судя по панели приборов, даже антипробуксовочная система ни разу не вмешалась, не, нормально, в натяжечку едем, идет свободно, автомобиль довольно тяжелый, 1,6 тонны весит, но ничего, не проваливается, идет, давайте немного резюмируем все сказанное, автомобиль в целом мне понравился, довольно неплохой, он не вызывает никаких эмоций, ни положительных, ни отрицательных, он чисто семейный автомобиль, довольно вместительный, удобное складывание идет всех сидений, кроме того, переднее сидение складывается и образует столик, это тоже довольно удобно, он довольно безопасный, потому что много подушек безопасности, и так он крепкий, тяжелый, конечно, автомобиль, на ходу он, ну, с данным двигателем 2,7, он позволяет держаться в потоке, но гонять вы, конечно, на нем не сможете, но он для этого и не создан, он создан, чтобы простой семьянин, который заботится о том, чтобы автомобиль у него был надежный, опять же, если что-то сломается, что запчасти были недорогие, его было несложно содержать, этот автомобиль, и те люди его и покупают, аналогов-то у него и не сильно много, если какой-то брать более эмоциональный автомобиль, он будет уже подороже стоить, а этот вот такой, ну, хороший автомобиль, мне понравился, если видео оказалось вам полезным, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, на этом все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok